Все мужчины любят ножи. Мясо порезать, рыбку выкатрошить, ну или огурчик постругать. К ножу привыкаешь, вот оттеряешь его, становится горько и обидно. А причина потери, в первую очередь, ножны. Так, ну вот здесь у нас еще ножны разнокалиберные, всякие разные. Вот они, я вам еще покажу. Вот ножны. Эвенки используют деревянные ножны, вот похожие ножны, но они, здесь они, он просто с двух. А они ножовкой распиливают, недопиливают немного. И потом этим же узким ножом они выбирают внутри потихоньку. Чтобы нож заходил. Потом зажимают веревочкой, затягивают и обычно в палатке, где-то там над печкой вешают. Оно высохнет и почти схватится. Потом они с банки вырезают, чтобы обхватить. Я видел давно с зимоветом. Да, обхватывают, зажимают, все это делают, одевают, подгоняют с этой стороны, с этой стороны. Иногда в середке сделают так, гвоздиком или шилом набивают дырочки, чтобы не слетало. Иногда узор делают. И получается красивый, хороший нож. Точно так же, вот он точно так же заходит и фиксируется. Вот он, не шибко его вытащишь. Да, да. Вот. И что хорошо, там внутри, вот он болтается. Если в жиру или где-то ты там хватанул грязи, засунул, то он там все равно. Вот нож ножный, тоже они широкие. Это я сделал вот под этот нож. Вот это фабричные ножны. Ну, кому они нравятся, мне они не нравятся. Во-первых, вот эта застежка, она имеет свойство или разболтаться. У меня оторвалась вообще эта клепка. Оторвалась. А так вот, идешь, она задела и открылась. Нож несбалансированный абсолютно. Он, вот, просится куда-то. Не знаю, бежишь. Синий меня. Ты, когда, например, за зверем бежишь, или соболе собаки ловит, ты торопишься. Он у тебя раз, чуть-чуть зацепился, и он вылетел. Все, он вылетит от него. Вот еще такой же. Вот, с застежкой. Но этот, он сбалансированный. Но вот это у него жесткое. Он жесткое. Вы, если не идете, он у вас не двигается, не болтается. Он жестко. Вы где-то споткнулись, и ручкой ударили себя. Он может хорошо вас ударить. Поэтому эвенки делают они ножны на ремешках. Вот они делают на ремешке. Сейчас я даже вот этот красивый нож, который мне подарили, я его... И вот, видите, он сбалансированный. Он не хочет туда, не хочет он перевернуться. Достать его легко. Внутри там пусто. А вот эти ножны, они узенькие, чуть жир. И на морозе, вы потом эти ножны не засунете нож. Это я на себе испытал. Коля, я уже сижу, думаю, куда кожу от таких ножен приспособить. Вот они у меня лежат. Потому что это подарок. И вдруг я надумаю на рога их, вон там, на сакжоевые повесить. Они, конечно, красиво сделаны. Вот рисунок сделан, и всё. Но они... Эти... Вот идёшь, эти ножны... Я на этой стороне ношусь. Видно? Они у меня обычно... Мы носим вот, чуть сзади. Не делаем так. Мы не обреки, чтобы здесь под рукой. Вот он у меня вот здесь. Он и не задевает. Он не задевает нигде практически сзади. Болтается, как хочешь. Его тяжело перевернуть, чтобы он выпал. Вытащить ты... Ты же не в драке где-то. Там вот ещё дырочка под шнурочки есть, да? Под что? Под шнурок. А, вот в этом? Я вот, видишь, я постоянно в лодке там где-то. Шнурочки у меня привязаны. Ну, кельки тоже. Они иногда вот... В конце здесь делают тоже деревянные ножны. И бывает, что они раз и зафиксируют. Ну, это редко. И ножи редко. Бывает, конечно, теряются. Бывает, и просто в снег бросил, забыл, ушёл и... Затоптал. Да, затоптал. Затоптал и не заметил, и подумал, что он у тебя висит. Пошёл. Вот такие должны быть ножны. Их сапога. А в тайге у меня, я уже говорил, у меня там другой нож. Эвенкийский, только помощнее маленького. Он мне удобный. Я к нему привыкший. Нож, конечно, если хороший нож пропал, то жалко. Ну, конечно. И рука привыкает, и сам привыкает. Вот этот нож я потерял в тайге. Мне пришлось вспомнить весь маршрут, как я шёл. Я уже по сумеркам пошёл, вспоминал каждую веточку, каждое деревце, где я проходил, и я нашёл его. А ну, потому что ножны вот такие вот. Вот ножны. Они почти все, как эвенкийские, как я говорю. Это вот только двое получились вот такие. Вот эти вот я забракую, эти я тоже забракую. А вот эти ножны, они хорошие. Я не знаю, какие от каких, но видно, что нож залазит почти туда весь. Ещё даже больше, и его потерять, конечно, тяжело. От других он отчёт. Да, вот. Сейчас. Вот так. Вот, вы не потеряешь нож.